В концертном зале Дворца культуры Родина состоялось торжественное награждение самых активных жителей городского округа. Они своими голосами на портале Хижонлайн активнее всех помогали сделать Химки лучше. Действительно, сегодня очень радостное мероприятие для многих химчан. Мы подводим итоги проекта «Химки. Интересно жить». Сегодня в зале ДК Родина будет награждаться самые активные участники. Кто активно голосовал за нужные, за важные инициативы, важные для всего города. Награждали тех, кто больше всех оставлял на сайте комментарии под проектами, голосовал за них, а также рассказывал об инициативах в социальных сетях. Лучшим вручили сертификаты на сумму 20 тысяч рублей. Первый раз в 2019 году пришла просто на мастер-классы посетить. Мне очень понравилось, посещала активно. А потом мне понравилась идея с инициативами граждан, я активно в этом участвовала и продолжаю участвовать. То есть сама что-то выдвигала, мне очень интересно на самом деле. Мы хотели, чтобы в нашем городе было намного красивее, лучше, благоустроеннее. Поэтому мы и голосовали за социально значимые проекты. Стало намного уютнее и лучше. Также на форуме объявили лучшие социальные проекты. Их в свое время выдвинули трудовые коллективы, общественные организации и простые горожане. Победили инициативы, получившие на сайте большее количество голосов. Это реконструкция парка Дубки, организация удобного поворота с юбилейного проезда, благоустройство Барашкинского пруда и Левобережной Дубравы, реконструкция бассейна Родина. Спасибо большое всем тем, кто поверил в этот проект. Цифры говорят сами за себя. Мы очень рады и готовы на следующую, ближайшую пятилетку, как говорится, нажать на газ, для того, чтобы масштаб этого проекта увеличить, увеличить направления, которые сегодня еще не затронуты. Дадим дорогу и всем тем, у кого есть таланты, кто хочет его развивать, помочь абсолютно всем, чем сегодня возможно. На протяжении года лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» проводили встречи с жителями и трудовыми коллективами городского округа и помогали реализовать их социально значимые инициативы. Очень здорово, что жители проявляют активность. Мы видим то, что за все это время проект набирает обороты, и все больше жителей городского округа в нем участвуют. И когда вот такие мероприятия видят, когда это правда, скажем так, но не для галочки, это классно, все больше людей участвует. За все время существования проекта «Сайт Хиж Онлайн» посетили более 100 тысяч человек и реализовано более 5000 проектов. Среди них реконструкция волонтерского центра, благоустройство дворов, ремонт подъездов, модернизация библиотек, прокладка тротуаров по удобным для жителей маршрутам и другие более масштабные проекты. Хочу сказать одно, что действительно этот проект очень эффективно сработал. На сегодня масса положительных моментов есть, то есть и результатов. Да, конечно, есть инициативы, которые были наименее затратные, а есть инициативы, которые требуют поддержки региональных властей. Они будут, естественно, в следующий год получены, они уже размещены, вставлены в бюджет, за бюджет уже проголосовано и на местном уровне, и на региональном. Поэтому я считаю, что данное движение, оно имеет жизнь, оно будет существовать. Глава Химок Дмитрий Волошин пообещал внимательно проработать все предложения, а набравшие большее количество голосов – реализовать. Для вновь избранных депутатов инициативы стали своеобразными наказами, которые они помогут воплотить в жизнь. Движение общественной поддержки продолжает развиваться. Проект объединил и подружил большое количество людей, которые хотят сделать Химки более удобным, красивым и безопасным городом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова